Гелиограф, анимарумбометры, психрометрические будки и многое другое – то, к чему каждые три часа подходят сотрудники Брестского областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, чтобы выяснить, какая погода ждет нас в ближайшие дни. До пятницы погода будет определяться прохождением атмосферных фронтов Западной Европы и будут поступать более теплые, влажные и воздушные массы. Местами кратковременные осадки, в четверг, в среду еще возможно в виде мокрого снега и дождя, а уже пятница, суббота – это в основном дождь. В субботу порывистый ветер до 15-20 метров в секунду прогнозируется. Температура воздуха ночью – минус 2, плюс 3, в пятницу – 0, плюс 5 градусов. Дневные температуры от плюс 2 до плюс 7 градусов. В воскресенье погода будет определяться поступлением уже более неустойчивых прохладных воздушных масс северо-запада Европы, преимущественно без осадков. И температура воздуха – минус 1, минус 6 ночью, днем – минус 2, плюс 3 градуса. Местами на дорогах гололедица. Установившийся температурный фон – настоящая проверка людей на прочность и самое благоприятное время позаботиться о своем здоровье. Потому как именно такая неустойчивая и слякотно-ветренная погода способствует тому, чтобы начались чихи и кашель. Из-за сквозняков, перехлаждений и даже вирусных инфекций, которые становятся все активнее с понижением температуры воздуха. Но если простуда все же застала вас врасплох, ни в коем случае нельзя переносить инфекцию на ногах. Необходимо сразу обратиться к специалисту. Прививочная кампания подходит к экологическому завершению, как и ежегодно. Но с учетом климатических условий нашей территории, то есть Брестского региона, у нас теплая погода сохраняется дольше. И ежегодно, если группы риска, все, кто подлежат вакцинации за счет республиканского и местного бюджета, уже практически завершили, то кто хочет привиться за счет личных средств, за счет средств предприятий, организации, будет такая возможность еще в начале декабря, можно будет привиться. Стоит отметить, что в Бресте прививочная кампания проходит с середины сентября и продлится до 1 декабря. А вот необходимость беречь свое здоровье, прислушиваться к мнению врачей и выполнять все их рекомендации обеспечит вам гарантированную поправку, несмотря на климатические крутые виражи.